итак всем привет добрый вечер сегодня снова пятница и я снова выхожу в эфир пару раз прогуляла я эфиры но бывает всякое как раз таки потому что отчасти это связано с темой моего сегодняшнего эфира и вот кстати опять не знаю смотрят ли меня кто-нибудь сейчас или нет и видно ли меня ну будем надеяться что видно и все записывается ага вот уже вижу кто-то меня смотрит значит сегодня тема интересная и непростая сегодня я решила рассказать немножко о том как я справляюсь со своими эмоциями потому что как и все женщины я достаточно эмоционально и эмоции часто захлёстывают причем достаточно сильно и не всегда в общем-то удается с ними справляться раньше было вообще тяжело сейчас уже намного лучше потому что сейчас я уже учусь уже много разных знаю фишек секретов вот как раз сегодня хочу с вами поделиться и хочу такой небольшой акцент сделать что сегодня буду говорить не про все 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 эмоции не про все подряд жизненные ситуации а конкретно про те эмоции которые лично я чаще всего испытываю когда занимаюсь бизнесом когда нахожусь дома занимаюсь какой-то своей работой и в общем-то предоставлена сама себе наедине со своими мыслями наедине с мыслями о работе о делах и получается что мне надо быть организованной фокусироваться на задачах на своей работе а вместо этого я начинаю испытывать какие-то чувства переживания и они начинают меня сбивать с толку и я ну в общем не могу нормально заниматься работой и делами вот и в общем то поэтому так котя отдай мне а слушайте кот забрал мой план и не отдает вот и котик поздоровайся марки скажи всем привет привет да коты помогают на самом деле кошка терапия классная терапия в плане улучшения эмоционального состояния вот но вообще если мы говорим про те эмоции которые связаны с бизнесом то больше всего мою уверенность в себе больше всего мою самооценку и больше всего мою способность фокусироваться и организованно работать нарушают три основных таких вот эмоции или группы эмоций я их назвала так зависть уныние и страх в общем то это те три вещи с которыми я чаще всего встречаюсь когда нахожусь даже например вот здесь вот у себя дома кстати добро пожаловать в мое скромное жилище вот ну зачем вообще нужно уметь справляться с эмоциями вот особенно с такими очевидно в общем то для того чтобы достичь большего успеха в своем бизнесе в своем деле для того чтобы больше успевать для того чтобы быть более продуктивной для того чтобы я чувствовала вечером вот когда ложусь спать что день прошел не зря для того чтобы я могла видеть результаты потом своих усилий как можно быстрее и вообще на самом деле чтобы чувствовать вот эту легкость и радость которую наверное вы видите когда на меня смотрите потому что я действительно в общем то чувствую легкость и радость когда занимаюсь своими делами кстати огромное спасибо за сердечки я обожаю когда вы мне их ставите это такой восторг на самом деле вот ну вообще просто просто сидеть и переживать и страдать я как истинная неограммная семерка считаю совершенно непродуктивно хотя многие знают о том что я хожу на тренинги я хожу на терапию я занимаюсь много всякой разной работы над собой я на самом деле всерьез работаю со своими эмоциями с внутренним состоянием своими убеждениями многими такими штуками внутри себя вот так что это не это не значит что я такой зверь до который хочет жить вообще без эмоций стать роботом и про все это забыть нет на самом деле как раз таки наоборот я учусь эмоции осознавать и я хочу вам сказать что вообще по сути эфир можно закончить уже сейчас вот я вам скажу что если вы умеете осознавать понимать и осознавать и проживать свои эмоции при этом хорошо дышать в принципе вам уже достаточно все как бы вы уже все знаете больше ничего не нужно но это не так легко делать как кажется согласитесь ну кстати я не знаю напишите в чате вот я наверно смогу прочитать ваши комментарии какие у вас чаще всего эмоции когда вот вы ну занимаетесь своими делами бизнесом работой и вот когда вы достаточно много времени вот как-то так наедине с собой какие начинают эмоции подыматься изнутри и какие эмоции больше всего нарушают вашу самооценку уверенность в себе слушайте мне кажется что у меня криво камера стоит ну ладно я все равно же ничего сделать не смогу будем немножко кривыми напишите да какие какие эмоции у вас чаще всего которые вам мешают чувствовать себя уверенно и чувствовать себя как это с высоко поднятой головой и хорошо продуктивно заниматься делом вот ну то есть как бы вообще эмоция что это такое я считаю что это в общем-то по сути химическая реакция в организме да когда что-то происходит начинается в организме какой-то химический процесс и по сути вот я помню у нас даже в школе на уроках химии это было очень наглядно когда что-то куда-то капаешь что-то там начинает бурлить кипеть потом через какое-то время все затухает и все и остается просто водичка по сути эмоции точно так же они внутри зарождаются потом они подымаются закипают вот да идет реакция какой-то процесс и потом он постепенно затухает и заканчивается то есть в общем-то эмоции это такой вот постоянный химический процесс в организме многие из них наверное я даже не замечаю в течение дня они просто приходят и уходят вот ну проблема вот в чем самая большая в чем проблема как я долго об этом думала на самом деле потому что кто-то говорит о том что эмоции надо обязательно проживать кто-то говорит о том что не надо фокусироваться на негативных эмоций а что же делать да я все пыталась понять в чем тут баланс как вообще это связано между собой что же с ними делать я поняла что просто ну два вида эмоций существует есть и эмоции которые я испытываю адекватной текущей ситуации вот сейчас что-то произошло реальное настоящее оно оказало на меня какое-то воздействие я как ответ на реакция стала это что-то чувствовать да таких вообще ситуации достаточно немного на самом-то деле особенно еще раз повторюсь если я нахожусь достаточно много времени одна и ну как бы что-то дома на меня может воздействовать вот мне предложили комод в подарок только что не надо мне комод в подарок да значит вторая категория эмоций гораздо более интересно это те эмоции которые возникают как реакция на наши выдуманные события на то чего нет в реальности на то что мы придумали сами себе в голове то есть вот я себе в голове что-то там придумала и начала по этому поводу переживать и вот когда я достаточно долго одна в тишине вот это вот что-то сама себе придумала начинает происходить постоянно потому что я естественно общаюсь в интернете я смотрю на других людей я смотрю фотки на фейсбуке и тут у меня начинают закрадываться такие знаете мысли о том что елки-палки у всех так как-то все хорошо складывается все такие красивые у всех такие фотки нарядные у всех такая жизнь очень прекрасная да все куда-то ходят тусят гуляют ездят на дачи там летом еще куда-то выезжают а я тут бедная несчастная должна сидеть и трудиться с утра до вечера я конечно очень люблю свою работу но иногда вот бывают да такие моменты слабости и часто это ну я это называю словом зависть да у меня появляется реально зависть о том что кто-то другой живет лучше чем я у кого-то вообще жизнь намного легче чем у меня у кого-то вообще ему просто дали все готовое черт побери непонятно почему и он такой себе балдеет и только красивые фотки выкладывает более того он даже фотки умеет делать лучше чем я в конце концов как так вообще возможно и особенно конечно это касается профессиональной сферы потому что я вижу очень много коучей тренеров там спикеров и так далее которые просто кажутся звезды оба мой бог у них столько клиентов они такие успешные они такие блестящие у них все получается у них красивейшие лендинги я на них смотрю и такая елы-палы ну как вот я так вообще никогда не смогу и реально зависть до подниматься начинала раньше давайте начнем с того что это уже было в прошлом я просто помню еще немножечко эти эмоции вот смотрите да в чем тут фишка эмоции не сами по себе появлялись эмоции появляются ответ в ответ на мои дурные мысли вот эти мысли точно дурные их никак нельзя назвать умными мысли которые связаны с тем что я себя с кем-то сравниваю что я естественно ставлю себя ниже чем этот кто-то да что я начинаю думать что он такой крутой а я такой не стану это дурные мысли которые появляются у меня в голове и вот именно эти мысли провоцируют мои эмоции вообще для нашего там внутреннего там какого-то там бессознательного совершенно нету разницы что-то происходит в реальности или что-то происходит в моем больном воображении да то есть для него это абсолютно одинаково реально и вызывает одинаково реальные в принципе физические ощущения в теле я думаю вы все с этим знакомы особенно кто знает нлп это вообще как бы уже аксиома да что стоит что-то вспомнить из далекого прошлого когда уже там я не знаю мохом все поросло если вспомнить это достаточно хорошо красочно детально то вы начнете реально чувствовать то же самое что чувствовали в тот момент вот да и то же самое если я что-то сама себе придумала о том что завтра там например произойдет что меня ждет вот я сидела вчера придумала господи завтра вести прямой эфир опять выходить на люди опять светит лицом опять что-то вам рассказывать развлекать вас туда разные эмоции могли подняться в ответ на эти мысли а еще на самом деле вчера только да еще эфир даже и не начинался ну как бы вот поэтому если поменять свои мысли то начинают меняться эмоции вот это тоже еще один такой принцип значит первый принцип осознавать эмоции когда они у вас есть и хорошо дышать второй супер принцип это просто помните о том что нужно менять мысли тогда эмоции начнут меняться сами ну и по поводу вообще изменения вот мысли и чувств я скажу так что конечно это требует практики во первых вы должны очень сильно и четко иметь намерение зачем вам это нужно очень часто люди говорят я хочу перестать чувствовать вот это перестать злиться там перестать обижаться и всякая такая фигня но они нифига не делают вот уже кучу таких примеров видела вот таня мажейка в эфире не даст мне соврать вот она с этим встречается так же как и я регулярно и так же как и я хочет дать в лоб этим товарищам которые только долго жалуются ничего не делают вот сейчас пишем кстати на эту тему с ней книгу так что поддержите нас морально пожалуйста своим коллективным бессознательным чтобы она написалась быстрее это будет мега полезная книга вот поэтому если вы не готовы ничего делать и не готовы работать выключайте эфир прямо сейчас никаких советов я вам давать не хочу вот но если вы готовы хотя бы немножечко приложить усилия потратить время и все-таки у вас есть четкое понимание зачем вам это нужно вы правда хотите стать лучше вы хотите стать успешнее вы хотите больше денег заработать там я не знаю вы хотите действительно как-то повлиять что ли на мир в лучшем смысле этого слова то в принципе у вас все получится здесь конечно очень важна еще и честность и открытость самим собой потому что если я буду себе врать и говорить нет я не завидую ой вы что я такая вся святая я такая вся белая пушистая ну как же я на карпека супер тренер я вообще лишена всяких стыдных эмоций это вообще не про меня да то есть если я так буду ходить в отрицание прикрываться масочками то ничего хорошего не будет надо самим собой хотя бы быть честным вот по поводу зависти вот начнем уже да конкретно что делать знаете вот честно мне помогла одна простая вещь и вообще вот просто я это прочитала в книге и в тот же момент у меня все переключилось и навсегда то есть это вот был такой одноразовый какой-то эффект и и он остался со мной навсегда читала книгу харва экера думаю как миллионер очень крутая книга советую обязательно почитайте он там много классных штук дает вот и там было что-то там о том что подумайте как вы относитесь к богатым людям нет ли у вас каких-то предубеждений к богатым людям вот я такая сижу думаю да нет вроде бы я люблю богатых мне нравится общаться там с миллионерами да бывать в шикарных домах ездить там на бентли и так далее вот вот а потом он говорит и а еще подумайте что вы вот вспомните что вы думаете об этих богатых людях если вы видите что вот у него что-то очень дорогое и тут я начинаю думать а ведь не всегда я думаю про этих людей хорошо я не всегда верю знаете вот что они там прям честным трудом заработали себе эту бентли да или я иногда думаю ну зачем одному человеку который живет совсем один без семьи без детей например там я не знаю трехэтажный дом ну зачем ему ну что это за понты такие до гнилые и я начала понимать что все таки какие-то нотки зависти у меня есть да что все таки я не до конца принимаю вообще саму идею богатства роскошь да вот это их всех больших расходов и он дает очень простой совет он говорит вы же хотите притягивать в свою жизнь все хорошее вы же хотите сами быть такими же богатыми вы же тоже хотите такую машину и такой дом а такими мыслями своими негативными вы только отталкиваете это все от себя вот этой зависти да вот этой оценкой негативной и так далее делайте простую вещь научитесь благословлять все что вы хотите иметь просто благословляйте и этого человека и его машину и мысленно хвалите его за то что он не важно как но он в общем то уже там да то есть когда мы начинаем посылать свое благословение и свои вот такие добрые вибрации в ту сторону тогда вселенная понимает что да я этого хочу и она начинает все все в общем то то же самое хорошее и мне постепенно посылать в ответ ну я на самом деле жутко корыстная мне наверно очень это повезло потому что я поняла что так мне совершенно невыгодно вообще-то завидовать и гораздо эффективнее мне будет и гораздо выгоднее мне будет благословлять всех богатых людей и все те хорошие классные вещи у которых у них есть благословляет тренеров у которых много учеников благословляет тех предпринимателей у которых прекрасно идут дела да то есть вот простая вещь простая мысль но реально работает потрясающим образом поэтому вот насчет зависти в общем то очень простой совет очень и действенный эффективный и дальше интересная вещь стала происходить когда я стала смотреть на этих людей когда я стала благословлять когда искренне стала посылать добро свет любовь тепло этим людям у меня стали появляться мысли о интересно а как он это сделал а я тоже так хочу научиться интересно да и я стала уже лендинги крутые смотреть не с точки зрения ох как круто я так не смогу я стала их смотреть с точки зрения а как он так сделан чтобы я смогла сделать так же да и чтобы он был такой же красивый и такой же продающий поменялся немножко еще вообще да вот мой подход ко всем этим вещам и я стала учиться они не завидовать и так далее вот ну то есть завистью все просто вообще зависть такая штука и иногда все равно но она где-то замаскирована внутри меня и не всегда хочется ее признавать и вместо нее появляются такие эмоции как уныние наверное знакомой кому знакома вот мне какой-нибудь там знак подайте что у вас есть тоже похожие чувства такое знаете какое-то разочарование в себе самосожаление ах я бедная несчастная он и что же мне все так тяжело дается ой и ручки опускаются и вообще не знаю может быть мне вообще не стоит всем этим заниматься это так тяжело это не для меня я наверно да вот слезки вот у нас уже пошли в эфире да замечательно да реально слезки ну то есть сидишь и такой понимаете да я унылая вот то самое да слово некрасиво я не буду произносить вслух вот а вот это уныние депрессия такая печалька на меня тоже периодически накатывали потому что иногда знаете просто устаешь смотришь как все бегут 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 да вот эти вот толпы вот эти вот супер такие мотиваторы такие и гигей мы запускаем новую игру и гигей новый квест и гигей вебинар на 20 тысяч побежали делаем рассылки делаем рекламы там это самое сто пятьсот эфиров на неделю я такая елыпала я устала уже просто бежать вместе с вами господи когда-нибудь я отдохну вообще в этой жизни да то есть и опять же появляется печаль как какая-то значит что вот я с этим делала и что мне помогает на самом деле одна из вещей которым не дико помогла она еще и завистью немножко тоже связано слушала я видеокурс смотрела кендалл самархоук это одна из моих любимых американских учителей по маркетингу по самопродвижению и она как-то говорит прям на тренинге девочки бывает у вас такое что вы вот смотрите и читаете чужие рассылки там смотрите вебинары тренинги других специалистов в вашей теме и вот вы думаете они такие успешные у них так много денег так много клиентов да у меня столько нету вот и в общем то ну наверное надо слишком много трудиться чтобы этого достичь и это так тяжело и горит наверно руки опускаются ничего делать не хочется весь зал такой да да мы это знаем нам это знакомо кивают она горит так вот отпишитесь от всех рассылок просто перестаньте их читать вообще перестаньте следить за этими тренерами типа каждый из вас до является ценной личностью каждого из вас есть что предложить миру поэтому хватит читать чужие рассылки начните писать свои собственные да отпишитесь от всех рассылок сказала она вы знаете классный совет мне помог я реально отписалась от некоторых рассылок я их сейчас не получаю и как-то вы знаете не сильно что-то я потеряла на самом деле потому что конечно я по-прежнему подписана на рассылки тех у кого я хочу учиться на всех остальных я уже не подписана и как-то беготни меньше стало и суеты уже не так много да то есть вот такая вещь дальше вторая еще тоже вещь тоже немножко мне харф эйкер помог опять же я к чему я не о том говорю что нужно прям знаете вот подавлять свои эмоции нет если чувства появляются тут важно и они все равно же будут появляться вот уныние ко мне периодически приходит в этот момент то есть да мы работаем над своими мыслями мы меняем свое мышление для того чтобы в будущем это было меньше и для того чтобы в будущем вообще эти эмоции может быть от нас ушли но если вдруг они у все-таки еще приходят наша задача заметить их самом начале да вот когда она еще не успела подняться на свой пик а вот только первый первый такой я не знаю звук вот только-только вы начинаете вдруг ощущать что только что я была радостная энергичная и вот вдруг что-то началось что-то не то что-то какой-то вот начинает такое облачко на меня находить в этот момент вот в этот момент можно еще остановить ее то есть можно просто сказать себе стоп мысленно принять решение сказать себе стоп я не хочу думать эту эмоцию сделать хороший глубокий вдох и выдох осознать да что вот сейчас я вот уже вот вот сейчас я начну снова печалится и дальше нужно что-то такое сделать чтобы не просто ну остановить эту эмоцию но еще и и как-то вот вытрясти из организма вывести да вот эту энергию и все-таки себя настроить на другой лад я такая мне кажется буйная да немножко в эфире но просто честно говоря очень как-то не знаю эфиры почему-то очень как-то особенное чувство меня вызывают очень много энтузиазма мне очень нравится их проводить поэтому если я сильно дергаюсь ну простите я так в ударе короче говоря да так вот остановиться сделать вдох выдох принять решение что больше я не хочу думать про уныния я не хочу думать про конкурентов я не хочу думать про то что весь рынок уже занят я не хочу думать про то что мне не хватит клиентов я не хочу думать про то что мне не хватит денег группа не соберется я не хочу про это думать все стоп да и мы принимаем это решение остановиться, об этом не думать. И что мы делаем дальше? Дальше мы делаем что-нибудь энергичное желательно. Например, потанцевать. Включили музыку, потанцевали, спели песню. Например, можно еще просто вот так вот потрястись вообще всем телом. Ну, у меня тут сидя не очень удобно. Знаете, есть такая тряска, когда от макушки до пяток протрясаем просто весь организм, вытряхиваем все эти ненужные вещества из организма. Что еще? Можно просто начать фокусироваться на своем дыхании. Как я делаю вдох, как я делаю выдох. Не, как это сказать, не надо ничего специально с ним делать, просто следим за дыханием. Вдох и выдох, и все. Можно также просто на каждом вдохе считать в обратном порядке от 99 до 1. 99, ну или на выдохе, ладно, 98. Просто на вдохе говорить неудобно. Да, или что еще? Сейчас я подсмотрю немножечко. А, можно начать зевать. Зевать так немножко искусственно, но очень быстро оно перерастет в настоящее зевание. А зевание, как мы знаем, очень здорово расслабляет все тело, весь организм и тоже вызывает приятные ощущения. Ну и самая прикольная практика называется я кисель. Вчера про нее на вебинаре рассказывала про шестерок, сегодня рассказываю вам. Практика очень простая. Ложитесь на пол, на диван, на что-то такое, где можно просто лечь руками вот так, ладонями в пол и начинаете представлять, что я кисель. И прям, знаете, расплываетесь по полу, вот становитесь таким гибким, тягучим, таким, как жилет, чем-то таким, да, прям все тело начинает расплываться. Для этого нужно расслабить все-все-все-все мышцы, да, и мышцы лица, и вообще все, что только можно. Вот, и вы просто я кисель, да, становитесь киселем и расползаетесь. Таким образом негативные эмоции тоже начинают расползаться и растворяться. Еще, что помогает от всякого такого уныния, грусти, все-таки мы всегда, особенно люди публичные, мы чувствительны к оценкам окружающих людей. В соцсетях сейчас немереное количество просто всяких троллей и просто дураков, и тех, у кого слишком скучная своя жизнь, поэтому они портят жизнь другим людям, да. Ну, мы знаем такие примеры, так или иначе, все равно они там чего-то периодически там как-то озвучивают, и даже иногда и хорошие люди из добрых, якобы, побуждений тоже пытаются что-то там нам посоветовать, научить или покритиковать. Здесь мне, наверное, повезло, я достаточно толстокожая, и я как-то, честно говоря, в какой-то момент раньше сильно переживала, а потом я решила, а с какой стати я должна их слушать. Я не говорю о том, что не надо вообще слушать других людей. Тут надо очень четко разграничивать, кого мы слушаем, а кого нет. Если мы слушаем все подряд и всему верим, то мы точно там вообще скоро свихнемся. Слушать надо только те, кто действительно в этом деле либо хорошо разбирается, эксперт, либо это мой наставник, ментор, коуч, да, и он знает просто меня, и знает, что мне нужно посоветовать. Либо это могут быть мои платные клиенты, которые мне заплатили деньги. Спасибо, Оля Юрковская. Вот она просто в этом плане гений. Это ее философия. Если человек заплатил деньги, и я ему оказываю услугу, он имеет полное право давать мне обратную связь и говорить, если ему что-то не нравится. И это здорово, потому что я могу подкорректировать свою работу и стать лучше, и помочь человеку еще больше. Все остальные, кто к этим категориям не относится, я так мысленно говорю, идите к черту. То есть это ваше личное мнение. Посмотритесь в зеркало. Сначала убедитесь, что в зеркале там нет недостатков, да, а потом уже можете, да, а, еще добейтесь в моем деле такого же успеха, как я, хотя бы, или лучше больше. И потом, может быть, я буду слушать ваши там всякие сомнения и возражения, потому что действительно всякое может быть. То есть не надо обращать внимание на все подряд, что всякие дураки вам ляпают. Потому что иногда бывает, он просто ляпнул от того, что у него плохое настроение сегодня. А вы услышали, запало в сердце, вам стало больно, и все. И самооценка сразу, да, и все. Дальше. Очень крутая практика, тоже очень помогает повысить самооценку и вообще просто ощутить больше любви к себе. Это практика вообще, наверное, от всех негативных эмоций. Она дико простая. Эту практику я буквально совсем недавно почерпнула из бесплатного курса в Академии Майндвелли. Девушку зовут Псалм Изадора. Она просто потрясающая. Она вообще там на самом деле про тантру и про всякие такие штуки рассказывает. Но практика очень простая. Когда чувствуете упадок сил, какое-то, опять же, уныние, отчаяние, переживаете о чем-то, может быть, чувствуете, что перестали себя любить, берете его так вот пальчиками, прикасаетесь к сердцу. И просто сидите несколько минут в тишине. Можно закрыть глаза. Можете сейчас даже вместе со мной. Просто дотроньтесь пальцами к сердечной области, кончиками, да. Закройте глаза, подышите, почувствуйте, почувствуйте вот эту область сердечную. Почувствуйте себя, почувствуйте контакт со своим внутренним я. Через какое-то время, через несколько минут, может быть, у вас начнут высвобождаться эндорфины. Это такие гормоны удовольствия, гормоны радости, которые просто начинают наполнять все тело и сразу становится лучше. Иногда не сразу удается это почувствовать, потому что у нас бывает настолько сердце заблокировано, что, ну, нужна практика, да. Там как будто ледяная корка наросла целая, толстая, да, и чтобы ее растопить, нам нужно просто чуть-чуть больше тепла туда направить. Вот такая вот классная практика. Так, 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 так. Еще хотела вам кое-что сказать. Ну, ладно, давайте тогда перейдем к страху, да. Значит, поговорили про зависть, поговорили про уныние, отчаяние, грусть. Не знаю, насколько вам вообще полезны эти советы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы уже для себя хотите почерпнуть, вот что вы готовы начать использовать уже прямо сейчас. Потому что уже я вам много всего наговорила, уже практически две трети рассказала всего, что хотела. Что вы готовы использовать уже прямо сейчас? Какие вот упражнения, какие практики вам кажутся наиболее полезными для вас? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, буквально пару слов, я пойму, о чем речь. Очень, очень, мне очень хочется вас как-то вовлечь в этот процесс, потому что вот вчера, кстати, на вебинаре я рассказывала про шестой тип и неограммы, про то, как они добиваются цели, результатов. И было у меня в группе много шестерок. У нас был потрясающий диалог. Они настолько классно комментировали, задавали вопросы. Таня пишет. Кисель отличный дед. Таня, супер, да. Я прям хочу даже на это посмотреть. Я Кисель. Да. Кто еще? Кто еще что взял на вооружение? Пишите. Я вижу, что вы там присоединяетесь. Я не знаю, досмотрели ли вы до этого момента или нет. Ну, в общем, в любом случае обязательно пишите в комментариях. Комментарии, это круто. Ваши комментарии помогают моим этим эфиром. Там как-то подниматься на фейсбуке. Короче, в общем, вы помогаете мне развивать мое дело. И, короче, это вам плюс в карму, в общем, да, понимаете. Благословлять успешных людей, пишет Алина. Спасибо, да. Да, это классная вещь. Реально тоже классно помогает. Ну, окей. Давайте поговорим теперь про страх, про тревогу и про беспокойство. Вообще, для меня это, конечно, одна из сильнейших эмоций, которая меня больше всего либо останавливает, либо, наоборот, заставляет двигаться очень быстро. Вот. И я не всегда на самом деле свой страх вообще пытаюсь как-то остановить. Иногда мне проще его просто прожить, потому что иногда он бывает такой внезапно сильный, и я уже все, вначале я его словить не успела. Я просто испугалась. И мне проще признаться, что сейчас я испытываю страх, и это тоже практика на самом деле. Я просто чувствую страх. Я знаю, что я его чувствую, я себе об этом мысленно говорю, я не пытаюсь ничего с ним делать. Это то, чем я говорила. Я проживаю это ощущение страха и просто стараюсь дышать, потому что когда страх, мы сразу зажались и забыли дышать. А тут важно все-таки помнить про дыхание. Мне страшно, и я дышу. Ну, как-то так. Очень хорошая техника, которую можно использовать с близкими, особенно с детками хорошо работает. Это я научилась на кинезиологии, на тренинге в тренинг-центре Пупбай. Как мы это делаем? Одну руку ложим. Можно делать и себе тоже. На лоб, второй на затылок. И опять же сидим так какое-то время. Либо ложим другим людям. Сильное беспокойство, волнение, тревога, страх. Чаще всего у нас чувствуется, как пульсация в... Подождите. Капец. Все, у меня уже крыша едет. Я не помню. Если кто-то здесь есть, кто знает кинезиологию, напомните, пожалуйста. Короче, я забыла. В общем, у нас в затылке что-то одно, а в лобной части что-то другое. И вот негативные эмоции. Наверное, все-таки в затылке у нас негативные эмоции. Вот там пульсирует изначально. Когда человек такой взбодораженный, в стрессе, весь такой на нервах, у него, наверное, в затылке там что-то пульсирует. Просто когда руки ложите, это чувствуется. А лоб, наоборот, холодный, и там очень тихо вообще, как умерло все. И вот мы держим таким образом, очень важно, чтобы пальцы так были прижаты друг к другу. Мы просто держим голову до тех пор, пока мы не начнем чувствовать, что энергия вот она из затылка в лоб начинает перетекать. Появляется здесь пульсация, тепло, начинает там расслабляться, здесь начинает оживать. То есть очень простая вещь, но потрясающим образом это работает. Это связано с тем, что у нас разные зоны мозга отвечают за разные, опять же, ощущения, эмоции, чувства. И вот когда мы дотрагиваемся руками, то мы заставляем кровь переливать, во-первых, к этой части тела, а во-вторых, вот как бы энергия начинает балансироваться, и получается такой классный эффект. Самая простая практика, очень-очень-очень вам ее рекомендую. Да, дальше. Давайте медитацию маленькую сделаем. Если готовы, да, она буквально на 5 минут про ваши цели, задачи, про чувство страха, которое мешает вам их достигать. Очень прикольная такая визуализация, даже, я бы сказала, не совсем медитация. Вот, если там вот кто готов, можете мне, пожалуйста, лайки поставить, буквально вот быстренько, чтобы я видела, что вы там на связи, и что есть кому проводить эту практику. Значит, практика для того, чтобы вы могли поработать с тем страхом, который мешает вам достигать ваших целей, результатов. О, спасибо, лайки-лайки, круто, молодцы. Все, вот тогда сядьте так поудобнее, постарайтесь расслабиться. О, и сердечки мне поприсылали. Какие же вы замечательные. Почаще проводите прямые эфиры, я вам честно скажу, столько потрясающе классных эмоций будете испытывать, забудете про все страхи и про всякую зависть, потому что столько любви, на самом деле, от вас исходит прямо сейчас. Вообще, на самом деле, невероятно здорово. Хорошо, садитесь поудобнее, постарайтесь так это, ну, закройте глаза, постарайтесь мысленно все свое тело быстренько так просканировать, почувствуйте, где у вас еще осталось напряжение и просто вдыхайте прохладный голубой воздух. А когда вы вдыхаете, представляете, что все напряжение из вас выходит, рассеивается, да, вот все зажимчики в теле начинают расслабляться. Просто вот, да, то есть мы вдыхаем прохладный голубой воздух, выдыхаем всякое напряжение своего тела. Сделайте пару хороших глубоких вдохов. Я знаю, что день может быть сумбурный, может быть, жаркий, как у нас, может быть, у кого-то льет дождь весь день, да, и, в общем-то, какие-то бытовые дела, заботы, все это на нас наваливается. Сейчас мысленно скажите себе, это время для меня. И пусть действительно эти пять минут станут временем, которое вы посвящаете себе. И подумайте сейчас про какую-то свою цель, мечту или желание, которое вы хотите достичь, но есть какой-то страх, который вас останавливает и мешает вам, и все никак. Пусть это будет что-то максимально конкретное. И попробуйте представить, даже увидеть картинку этой цели перед собой. Вы смотрите на нее со стороны, вот вы стоите, где-то она перед вами. Представьте эту картинку, ну, насколько получится максимально в деталях, в подробностях. Вы видите какие-то образы, цвета, вы видите, может быть, это как фильм, а может быть, как фотография, да. Может быть, вы просто чувствуете и знаете, что она там есть. Может быть, вы даже услышите там какие-то звуки. Ну, то есть максимально четкий образ себе создайте. Почувствуйте заодно, кстати, нравится. нравится ли он вам, хотите ли вы туда попасть. Это уже такой тест, да, диагностика. Нужна ли вам вообще эта цель? Достаточно ли она привлекательна для вас? И сейчас я вас попрошу представить, между вами и вашей целью стоит страх. И представьте этот страх, вот как он для вас выглядит. На что он похож? Он находится прямо между вами и вашей целью. Стоит страх, лежит страх, не знаю, висит страх. Может быть, он заполняет все пространство перед вами. Посмотрите, как он выглядит, на что это похоже. Может быть, это предмет или какое-то живое существо. Насколько он по размеру, да, большой-маленький. Может быть, он что-то делает или опять же издает какие-то звуки. Представьте свой страх, который вам мешает достичь вашу цель, который вам мешает начать действовать, который мешает вам закончить действовать, да, в общем-то, так или иначе, вот именно этот страх. Сейчас сделайте хороший глубокий вдох, выдох. И представьте, что вы сейчас маленькими шажочками по правую сторону или по левую сторону начинаете так это бочком-бочком-бочком обходить свой страх по дуге. В правую или в левую сторону просто шажочками вы так это раз-раз-раз-раз-раз. Раз-раз-раз. И оп! Обошли его по кругу и пришли в свою цель. И представьте, что вы уже в своей цели. вы ее достигли. Вы обошли страх стороной. И вот, вуаля, вы уже там. Порадуйтесь, почувствуйте, как это здорово. Но сильно не радуйтесь, потому что нам нужно теперь это упражнение повторить, чтобы закрепить, так сказать, эффект. Теперь вернитесь обратно в то место, с которого вы начали. Снова стоите вы, снова там перед вами где-то ваша цель, и между вами стоит страх. Посмотрите на страх, посмотрите на цель, и теперь снова хороший вдох-выдох. И теперь снова точно так же, уже быстрее, по шажочкам, бочком-бочком-бочком, справа или слева, раз, и оббежали свой страх и снова прибежали к своей цели. Оп! Порадуйтесь. Еще раз. Почувствуйте, как сейчас вы чувствуете уже. и давайте в третий раз еще очень быстро вернитесь на то место, с которого начали. И теперь уже сами посмотрели на страх, посмотрели на цель и очень быстренько, бочком, топ-топ-топ-топ-топ, ножками перебежали в свою цель. Порадовались, ее обняли, почувствовали. И, в общем-то, вот такая вот практика. Когда все сделали, порадуйтесь этому ощущению, сделайте хороший еще один глубокий вдох и на выдохе откройте глазки. Если есть возможность, напишите, пожалуйста, в комментарии, как вам была вот эта практика. На самом деле, в чем фишка, да? Ну, понятно, что с ее помощью мы начинаем разотождествляться со своим страхом. Чаще всего, когда накатывают сильные какие-то эмоции, если можно, словами, ну, если есть возможность, да, спасибо огромное за лайки и сердечки, это мне очень приятно. Если вдруг есть возможность еще и словами написать ваши впечатления, то вообще будет очень круто, мне очень интересно, как для вас это было. Вот, так вот о чем я. Когда накатывают очень сильные эмоции, мы... А что вот это значит символ? Так, оооо, это что за смайлик такой? Это удивление? Или это радость, интересно, да? Или он просто просит кушать, я не знаю, что это за смайлик такой прикольный? Когда эти эмоции накатывают, они накатывают очень сильно, они нас захватывают практически целиком. То есть, страх у нас и здесь, и здесь, и в ножках, и в ручках, и он просто вокруг нас, и везде, да? Я думаю, вам знакомо это ощущение, когда вы просто целиком из него как будто бы состоите. Точно так же с любой другой эмоцией. Обида. Она так накатывает, что больше вообще ничего другого невозможно видеть, слышать и чувствовать, да? Просто обида кругом, и вы ее вообще просто вот в ней купаетесь, как в ванне с водой. То же самое, вот, да, здесь, в этой практике, мы учимся отсоединяться, мы учимся понимать и знать о том, что я это не весь, я не весь целиком, это мой страх, да? Что вот есть я, а мой страх, он где-то так, ну, он занимает какую-то часть меня. И вы можете даже пойти еще дальше. Есть еще одна классная практика, тоже она очень помогает. Когда вы испытываете какую-то эмоцию, например, тот же страх, да, вы можете ее бочком обойти, и вы точно так же бочком можете почувствовать какую-то другую часть своего тела, которая с этим страхом, например, совсем никак не связана. Например, здесь у меня много страха, а вот здесь у меня страха вроде как и нет совсем, если так прислушаться и почувствовать, да? Вот, Алина написала комментарий, спасибо большое. Я собиралась бороться со страхом, а не просто обойти и не ввязываться, не обращать внимания. Интересно, благодарю. Да, это, кстати, вот тоже хороший комментарий, потому что часто у нас возникает такое чувство, что мы должны бороться как-то с этим чувством, мы должны его как-то победить, подавить на крайняк, вообще не обращать внимания на него, да? А здесь что происходит? Мы, когда его бочком обходим, мы его хорошо видим, мы знаем, что он здесь, но при этом мы не поддаемся полностью и целиком этому страху. И это вот именно то, как я делаю. Это сложно описать словами, реально. Вот, кстати, в это воскресенье, в это воскресенье, кому интересно, Алине, кстати, я думаю, будет интересно, в 6 часов вечера я буду дома проводить клуб. Клуб у нас очень крутой, клуб посвящен именно осознанности и развитию вот этих навыков, самонаблюдения, саморефлексии и управления своим внутренним состоянием. Как раз в это воскресенье мы будем работать с чувством тревоги. Реально очень классно, вот кто, ну, Алина на клубе была, уже знает, кто еще не был. То есть, это не совсем тренинг, это такой формат, где мы и общаемся, и делаем упражнения, и хорошо проводим время. То есть, буквально на пару часиков очень интересное занятие. Если кому-то интересно, напишите мне в личном сообщении, я вам расскажу, куда прийти, какие условия. Ура, пишет Алина, да, я тоже говорю, ура, у нас уже несколько человек собралось, так что мест, как бы, уже потихоньку не хватать начинает. Да, ну, неважно, да, поэтому, в общем-то, еще раз повторюсь, да, когда мы делаем подобные практики и медитации, когда мы находим часть тела, которая не затронута этой эмоцией, когда мы обходим эмоцию бочком стороной, таким образом мы формируем новые нейронные связи, мы учим свой мозг, мы учим свое восприятие тому, что я, это не весь целиком моя эмоция, моя эмоция, это только маленький кусочек меня, и я могу на нее смотреть, я могу, как бы, ее проживать, но при этом есть еще и другая часть меня, которая в этот момент может как бы за всем этим наблюдать, и которая может себя чувствовать совсем по-другому, вот, да, вот это вот ощущение того, что я гораздо больше, и здесь очень помогает, конечно, контакт с телом, опять же, напоминаю, надо хорошо дышать, потому что именно наше тело обладает способностью выносить достаточно интенсивные переживания, эмоции, если просто пытаться эмоции прожить где-то вот отсюда досюда, это будет очень тяжело, это прям невыносимо, это очень сложно, и хочется от этого избавиться, если мы эмоцию как бы пытаемся, да, встретить всем телом, получается намного лучше, поэтому еще что нужно делать, чтобы легче справляться с негативными эмоциями, простые гигиенические вещи, хорошо высыпаться по ночам, чувствовать утром себя бодро, то есть найдите свои биоритмы, чтобы вы высыпались, действительно давать себе перерывы в работе, и немножко отдыхать в течение дня, много раз по чуть-чуть, обязательно пейте много воды, это очень прикольное чувство, вообще вода, луна, эмоции, они все очень связаны между собой, это вот такая вот энергия гибкая, текучая, да, вода помогает каким-то образом тоже внутри сбалансировать, я когда пью много воды, у меня ощущение, что у меня как будто смазывается все внутри в теле, становится таким очень плавным, таким очень гладеньким, и как-то, знаете, эмоции, они вот такие тоже становятся более гладкие, более такие мягкие, что ли, более, ну, я не знаю, может это странно звучит, но это то, как я ощущаю, по крайней мере, на уровне вот, ну, моих личных каких-то вот ощущений, вот, ну, и больше себя радовать, да, обязательно нужно больше себя радовать, радовать нужно себя тем, что вас радует, это не обязательно что-то должно быть дорогое, или там, да, денег потратить, кстати, очень, я вам скажу, колоссально просто, мне в этом плане помогло знание про денежные сакральные архетипы, вот сейчас вот у нас программа заканчивается уже завтра, последнее занятие, потом еще будет, но вообще сама фишка просто, когда я осознала, что я деньгами пытаюсь купить себе радость, бред полный, но это так и есть, радость и счастье за деньги, я поняла, что я пыталась покупать много лет, и поэтому и деньгами были проблемы с радостью, сейчас оказалось, что радоваться можно совершенно всякими разными другими способами, это на самом деле тоже большое классное открытие, поэтому радуйте себя тем, что вас радует, почему опять же это важно, да, с одной стороны важно из негатива подниматься в состояние нейтральности и спокойствия, с другой стороны также очень важно еще и вот эту часть тоже прокачивать и развивать, чтобы у вас на самом деле был весь спектр, только тогда вы можете чувствовать полный баланс внутри себя, такого не может быть, что я всегда в одинаково ровном, спокойном состоянии, вот, но если я знаю сильную радость и сильные переживания, да, то тогда начинает все это внутри балансироваться, и я начинаю, знаете как, я начинаю больше управлять, я начинаю чувствовать, что я реально, ну, и с тем, и с тем могу жить, я могу и то, и то проживать, и в конечном итоге это все почему-то все равно приводит к точке баланса, вот это уравновешенности еще, да, вот очень классное ощущение. Иногда бывает еще, вот, если вернуться к страху, я уже говорила, значит, про руки на лоб затылок, мы сделали медитацию на разотождествление, очень хорошая еще штука, когда суета на меня накатывает, бывает, знаете, такое состояние, когда вдруг начинаешь суетиться, много бегать, за что-то хвататься, все как-то сразу навалилось, все звонят, все чего-то хотят от меня, вот это чувство, что я разрываюсь уже на части просто, да, и перегрузка сильнейшая. Раньше я просто пыталась бежать еще быстрее и как-то с этим реально все-таки пытаться справиться, ну, потому что я же герой, е-мое, да, я же сильная, елки-палки, да, у нас все женщины сильные. А потом такая вещь интересная произошла, я как-то в какой-то момент вдруг, ну, меня еще везет, что я еще и упряма, я где-то уже говорила про это, я вдруг встала, такая, уперлась, как говорится, рогом в забор, да, и такая говорю себе, не хочу я бегать, не хочу я вообще в эту суету ввязываться. И я остановилась, и я такая подышала, передохнула, сделала паузу, потом я такая села и такая себе спрашиваю, а что вообще происходит? Вот реально, что сейчас происходит? О чем весь сыр-бор вообще? О чем вот эта вся суматоха и суета? И в этот момент начинает приходить понимание о том, что мне важно, какие у меня приоритеты, на что я хочу тратить время, а на что я не хочу тратить время. И очень легко так раз-раз-раз все лишнее отселось, отвалилось, осталось только самое важное, на чем можно сфокусироваться. И все, суета резко закончилась. Поэтому вот еще одна вам практика, которая тоже очень помогает именно в плане вот волнения, тревоги, беспокойства и всего остального. Так, ну, в принципе, я вам уже практически все рассказала, что хотела. Хочу вам рассказать еще такую интересную вещь по поводу, то есть, вообще эмоций, да. Вот я занимаюсь в немецкой школе, Red One School она называется, и там основатель этой школы, Алмааз, который когда-то учился у суфиев. И он, в общем-то, много практик и техник разработал именно, опять же, для развития осознанности и создания вот такого гармоничного внутреннего состояния, когда я проживаю жизнь из своей сущности, а не из своей личности. Вот мне пишут, что тут разные люди только что поделились моим видео, дайте им знать, что вам это приятно. Ребята, огромное вам спасибо, мне дико приятно, что вы делитесь моим видео. Прям вот это все вам, бузьки, не могу их вам послать. Да, так вот, в этой школе немецкой то, чему я научилась, это, наверное, я не смогу вам сейчас показать и объяснить. Послушайте пока просто на уровне теории. Вообще, в идеале, конечно, хотя бы раз это попробовать сделать с коучем, да, то есть, ну, там, на сессию ко мне приехать и один раз это сделать со мной, чтобы вы почувствовали, как это делается, и потом уже сможете сами. Но вообще идея какая? У каждого из нас есть какие-то свои самые сложные негативные эмоции, которые с нами всю жизнь, которые очень глубоко, отчасти они нам достались там из нашей семейной системы, можно их почистить расстановками. Некоторые из них связаны с нашим типом и неограммы, да, и они тоже с нами всю жизнь очень глубоко, и они включаются настолько автоматически и быстро, что мы вообще, ну, не всегда успеваем просто как-то даже, ну, сразу отреагировать. Вообще с этими, ну, и в принципе со многими другими эмоциями, которые нам некомфортны. Опять же, по привычке наше эго пытается сделать что-то, чтобы от них избавиться, подавить, отрицать, игнорировать, убежать от них, отвлечься, еще что-то. Алмаз говорит о том, что нужно делать наоборот. И здесь такая метафора колодца. Представьте, что у нас у каждого есть внутри некий такой колодец. Колодец, который представляет собой резервуар всех самых лучших, самых позитивных эмоций и чувств и ощущений, которые мы хотим испытывать в своей жизни. Он может быть наполнен безусловной любовью, бесконечным счастьем, безграничной радостью, чувством полной безопасности, полного спокойствия, гармонии, умиротворения, всего остального. И этот колодец, вот он, ну, может быть их много, я не знаю, да, то есть идея в том, что с самого рождения у нас бывает у всех разорван контакт с какой-то частью внутреннего нашего «я», с какой-то частью нашей сущности, с какой-то частью нашего, ну, духовного внутреннего «я», да. И тут у нас в этом месте колодец пересыхает. То есть, к примеру, если у меня нет контакта с чувством безусловной любви внутри себя, то колодец в любви у нас пустой, он высох. И что мы делаем? Вот как делают люди, да, можно пытаться наполнить колодец, бегать и ведерком воду наливать в него. Это то, что мы делаем по жизни. Мы пытаемся извне найти где-то эту любовь. Мы такие ходим с протянутыми ручками, полюбите меня кто-нибудь, пожалуйста, да, может быть, вот за деньги я любовь купить могу, вот сейчас ем мороженку, и, может быть, почувствую себя больше любимым, да, люби меня, мама, ах ты, мама, свинья такая не любила меня в детстве, как же так, ах ты, муж, зараза такая, ты должен меня любить и так далее, а ты вот это самое, только деньги зарабатываешь, да. Да, фишка в чем, что мы пытаемся ведерками эту воду налить, эту любовь, но что происходит, колодец пересыхает опять очень быстро, все, что мы туда налили, очень быстро испаряется на воздухе, куда-то там впитывается в землю, и все, и колодец опять пустой. И ведь другие люди дают нам очень много любви. Даже вот серьезно, реально, я чувствую сейчас, в каком-то смысле вы тоже сейчас даете мне свою любовь, пусть даже просто своим присутствием, это очень круто. Мир дает нам очень много любви, но мы настолько зациклены на конкретной любви, что мы даже ее не видим, поэтому в нас даже, может быть, наливают больше ведерок, а мы даже этого не замечаем, и нам все мало-мало-мало-мало, и так может прожить всю жизнь. Ну, когда мало любви, мы начинаем чувствовать, опять же, очень много грусти, может быть, очень много обиды, может быть, мы чувствуем чувство стыда, со мной что-то не так, да, я любви не достоин, то есть какие-то такие вот эмоции могут начать у нас преследовать по жизни, И точно так же, например, у нас может быть недостаток пересох колодец безопасности. Вот безопасность – это вот такое, знаете, которое с детства, базовое чувство безопасности. Если этот колодец пересох, будем жить в сейфе с закрытыми дверями, накрывшись крышкой, нам все равно будет страшно. Поэтому получается, что у каждого что-то свое. Вот с этими глубинными эмоциями работать нужно так. Так, вот, Дмитрий, какой-то отрывок мне прислал из книги, сейчас не могу его весь прочитать. Ну, почитайте там в комментариях, я потом тоже почитаю. Да, что нужно делать? Нужно немножко контринтуитивно поступить. Нужно опуститься на дно этого колодца и начать копать вглубь туда. То есть, ну, это получается, что надо ощутить, например, свою грусть или свою обиду. Давайте, да, вот, грусть. И просто начать в нее погружаться еще глубже. И погружаться еще глубже в эту грусть. Прям чувствовать ее каждой клеточкой своего тела. И когда мы копаем, копаем, копаем вглубь. Мы выкапываем все пласты, да, вот всю археологию, всю историю. Когда в детстве мы грустили, из-за чего? Все вот эти истории могут всплывать, да, вот это вот все начинает подыматься, слезки начинаются и так далее, как правило, да, если мы про грусть говорим. Нужно не останавливаться, нужно продолжать двигаться вглубь до тех пор, пока мы метафорически вдруг не докопаемся до подземного источника воды. В этот момент что происходит? Если мы докопались до подземного источника, вдруг, естественным образом, вода начинает подниматься сама собой, и колодец наполняется без всяких усилий с нашей стороны. И что прикольно, что он остается наполненным все время, да, эта вода уже никуда не девается. И более того, люди могут снаружи приходить и черпать из нашего колодца. Они черпают и черпают, а там все не заканчивается, потому что вода прибывает из внутреннего глубинного источника. То же самое, если я достаточно глубоко погрузился в свою грусть, и это неизбежно произойдет, и я это испытала на себе реально, это точно работает, в какой-то момент вдруг вы ощутите, что из вас, из глубины какой-то глубочайшей вашей глубины, вдруг естественным образом проступает чувство безусловной любви. Чувство настолько сильное, я помню мое ощущение, просто слезы из глаз, от удивления, от счастья, от благодарности, от восторга. Это на самом деле огромнейшее, потрясающее чувство вот такой просто, я не знаю, вселенской благодати, которая начинает тебя захватывать, все тело, оно очень теплое, очень классное. Ну, то есть это мы конкретно сейчас говорим про любовь. То же самое чувство смелости. Если достаточно глубоко погрузиться в свой страх, точно так же вдруг откроется чувство внутренней смелости. И вообще вот эти все эмоции негативные, которые мы испытываем, на самом деле это всего лишь звоночки и сигналы, но я имею в виду те эмоции, которые не связаны с реальными текущими событиями, как правило, а от нашей дурной головы пришли. Они являются для нас сигналом и признаком, где наш колодец пересох, и где нам стоит посмотреть немножко глубже. Но опять же, вот если получится у вас самостоятельно эту медитацию дома сделать, попробуйте. Если нет, то, ну, как бы реально приходите на сессию, вместе сделаем, и вы все поймете и почувствуете. Вот, ну и последнее, что хочу сказать. Очень много сегодня рассказала всего про эмоции, про чувства, и про то, как делаю это я. Надеюсь, вам было очень полезно, и что-то для себя почерпнете, и мне в комментариях потом напишите о результатах. По крайней мере, для меня это работает. Еще раз напомню, это требует немножко дисциплины, немножко практики, и немножко нужно все-таки уделить этому время, чтобы сделать это привычкой. Потом это будет уже на автомате. Вот, но я могу сказать, что на самом деле, если прямо сейчас вы можете внутренне замедлиться, почувствовать, почувствовать внутреннюю неподвижность, почувствовать свою внутреннюю тишину, почувствовать полное состояние присутствия здесь и сейчас, посмотреть вот, что вы видите своими глазами, посмотреть на вот эту красоту мира, которая вот отражена буквально в каждой мельчайшей детали того, что вас окружает, да, каким бы оно ни было. Вы можете, просто увидев, ощутив вот это вот все, да, на самом деле, ощутить самые-самые приятные, позитивные чувства. Вы можете ощутить чувство радости, чувство благодарности, наполненности, безмятежности и любви. Если вы сможете каждый момент проживать именно вот так, как будто он драгоценный, как будто бы ничего другого не существует, кроме вот этого момента здесь и сейчас. Вот если почаще жить в этом состоянии, то жизнь будет намного лучше, и дела будут делаться намного проще, и улыбка у вас будет такая же прекрасная, как и у меня. Да, еще и очень скромная. Ну, кстати, да, напоминаю, что будет в воскресенье клуб. Кому интересно, в 6 часов пишите, расскажу, куда прийти. Все, на этом я заканчиваю свой эфир. Огромное спасибо вам за участие, за внимание, за лайки, за сердечки, за комментарии, вообще за то, что вы есть. Очень постараюсь следующую пятницу снова появиться. Еще тему не придумала, будут идеи, пишите в комментариях, обязательно рассмотрю все предложения. Все, всем пока, хороших выходных!